В эфире рубрика «История болезни» сейчас мы поговорим о каплях для носа. Все мы с вами знаем эти капли, мы ими сами пользуемся и даем их детям. Вот и наша сегодняшняя телезрительница Ирина тоже не может без этих капель. Ирина не скрывает, она тяжело зависимый человек. Ее наркотик – капли для носа, и это пристрастие только с виду может показаться несерьезным. Девушка 10 лет привязана к назальным спреям, каплям и другим препаратам. Без них она начинает задыхаться уже через несколько часов. Если 10 лет назад капли мне были, скажем, нужны через день-два, то на данный момент сейчас я без капель не могу больше двух часов. Соответственно, это очень влияет на качество, уровень моего общения, моей жизни. На мою работу, на общение с моими детьми. Меня это не устраивает, и я хотела, конечно, решить эту проблему. Старые капли закончились, а новых нет. Это самый страшный сон Ирины. Если девушка забывает лекарства перед выходом на улицу, начинается паника. Нездоровое поведение Ирины пугает мужа. Я ее называю наркоман капельный. У человека зависимость вырабатывается до такой степени, что если среди ночи проснется, и не позаботились о том, что купили капли, все, начинается паника, надо бежать среди ночи в какую-нибудь аптеку, срочно искать, купить. После этого человек успокаивается. Меня на самом деле раздражает то, что это сказывается на наших отношениях, потому что человек начинает сразу паниковать, злиться и так далее. По заветному флакончику есть в сумке, у кровати, в бардачке машины и на рабочем столе. Ирина окружила себя лекарствами от заложенности носа и уверена, что именно в этом ее спасение. Вот только девушка не замечает, что чем больше препаратов она покупает, тем сильнее в них нуждается. Ирина у нас в студии. Доброе утро. Выходите к нам. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Почему все это может привести? Вот как вы думаете? Вы так до конца своих дней будете капать в нос? Ну, хотелось бы, конечно, найти какое-то лечение. А что вы делаете? Да, вы как-то за 10 лет-то пытались его найти? Да, я обращалась к специалисту. Я два раза лечила нос антибиотиками. Пыталась я делать сначала промывание на ночь, но, скажем так, все равно под утро нос уже закладывал. А вы понимаете, что, в принципе, вот 100%, что вам эти капли уже не нужны давно? Нет. Не верите, что вы без каплей уже... Что можете без каплей? Не верю, да. Не верите. Хорошо. Давайте позовем нашего специалиста и спросим у него. Я приглашаю нашего эксперта к вам. Владимир Михайлович Зайцев. Врач от ареноларинголог высшей категории. Кандидат медицинских наук. Владимир Михайлович, выходите. Доброе утро. Доброе утро. Пойдемте-ка, вот, как говорится, нос к носу. Вот есть себе вполне нормальный нос. Вдруг начинается, ну, там, может быть, аллергия, может быть, простуда, да. По какой-то причине начинает отекать слизистая. Что нам может помочь? Адреналин, который выбрасывается в кровь, и также он выбрасывается и в нижнюю носовую раковину в норме, его недостаточно, его не хватает. А адреналин, который находится в сосуду суживающих каплях... Давайте так. Капнули, капнули, капнули. И, собственно, что происходит? Слизистая сокращается, и нам дышать становится гораздо легче. Все было бы неплохо, но адреналин, который выбрасывается в носовую раковину, организм перестает выбрасывать. Поэтому мы вынуждены капать все больше и больше и больше. Нос понимает, что ему-то не надо работать, просто работают за него. И слизистая переходит в состояние хронического воспаления. То есть получается, что в следующий раз мы возьмем эти капли, а, собственно, ничего происходить-то уже и не будет. Или нужно капли использовать, где концентрация гораздо выше. Владимир Михайлович, а через какое время вообще появляется зависимость? Ну, реально, она возникнет через месяц использования. Месяц? Есть мнительные люди, которые говорят, да, вот неделя, и что же вы мне, доктор, назначаете суживающей каплей, мне будет плохо. Ну, через неделю не будет, и через две недели тоже не будет. Но если, а я возьму, еще буду две недели использовать, а я возьму-то посильнее, чтобы у меня лучше прошел острый ренит или там явление риносинусита. И вот тогда уже зависимость может возникнуть и надолго. Давайте поговорим, а чем это, собственно, может быть опасно? Повышение риска различных респираторных инфекций. Слизистое иссушается, слизистое воспаляется, и мы как раз переходим к носовым кровотечениям. Носовые кровотечения чисты и, конечно, доставляют большие неудобства. То есть получается, что под действием, по сути, этих капель может возникнуть хронический ренит? Совершенно верно. То есть начался как острый, увлеклись каплями, и он стал хроническим. Вот скажите, пожалуйста, у вас вот за эти 10 лет, заметили или нет, часто простужаетесь вирусными заболеваниями? Ну, вообще да. Часто. Достаточно часто, да. Носовые кровотечения бывают? Кровотечения у меня не было, но вот что касается... Но это очень хорошо, поскольку это все-таки шанс из этого состояния выйти. И еще хорошо бы, если бы не очень беспокоила слизь, насколько много приходится осмаркиваться. Вы знаете, практически как бы насморка, то есть каких-то выделений у меня нет. Владимир Михайлович, я что предлагаю? Давайте вы осмотрите Ирину. Расскажите, что там вообще и чем мы можем помочь. Конечно. Вы не боитесь? Нет. Вы в опытных руках, поверьте. Прошу вас. Не волнуйтесь, больно не будет. Так, рассказывайте нам, что там. Значит, мы видим, искривлена перегородка носа и в передних, и в задних отделах полости носа. Так. И также носовые раковины все-таки увеличены. Так. Диагнозы Ирины. Это искривление перегородки носа и хронический вазомоторный ремень. Пойдем. Видите, совершенно не страшно и не больно. Вы пристрастили к сосудосуживающим каплям и развилась и психическая зависимость, и физическая зависимость. Поэтому надо постараться отвыкнуть первое то, что может сам человек сделать, не прибегая к походу к доктору. Как правило, но если взрослый человек, он капает взрослые капли. Так. Надо перейти на детские капли, где концентрация будет в два раза ниже. Так, неожиданно. Потом вы капали пять-шесть раз в день, используете на следующий день пять. Меньше. Потом четыре раза в день, три, два, один. Вы будете чувствовать, что сегодня вы закапываете меньше, и так уже жить можете. Дневничок такой весь, совершенно верно. И вот совсем не дышится, как говорится. Тогда нужно нос промывать. Но если не получается, конечно, поход к врачу-отоларингологу неизбежен. Что врач вам может предложить? Опять идём от простого к сложному. Это антигистаминные, так называемые, препараты, которые обладают десенсибилизирующим действием. То есть снижают отёк. Есть так называемые кортикостероидные инъекции. Если лекарственный препарат попадает в толщу носовой раковины, там остаётся и обладает мощным противоотёчным, противоуспалительным действием. Если пациент отказывается, есть специальные кортикостероидные также средства, которые тоже можно использовать. Но, конечно, инъекции это будет эффективно. Через сколько дней мы можем уже сказать о том, что зависимость прошла? Обычно сам пациент понимает. Есть на моей практике люди, которые, ну это с хорошей силой воли, они отказываются и переходят на промывание. Они понимают, что промывание, вот то, что я делаю сам себе, не очень мне помогает. И они обращаются к врачу, врач проводит это промывание, и на этом фоне нос дышит совершенно отлично. Но нужно рассказать, как это происходит. У нас вот есть специальный стулья. Препарат? Да. Давайте посмотрим. Пойдёмте. Вакуумным способом в одну половину носа мы вливаем лекарственный препарат из шприца, и из другой половины носа отсасыватель будет вытягивать это содержимое. А пациент будет в это время говорить слово «ку-ку-ку». Светлана знает. Я думаю, что скажут, что ничего в этом страшного и опасного нет. Абсолютно. Вам делали кукушку когда-нибудь? Нет. Никогда. Вот дай бог, чтобы это было вариантом спасения и вариантом решения вашего вопроса. Вы готовы попробовать? Да. Пожалуйста, приходите в клинику, мы проведём эти процедуры в клинике. Вот, Владимир Михайлович при вас. Спасибо вам большое, Владимир Михайлович. Спасибо вам огромнейшее. Присаживайтесь.